Воскресенье. Ты добираешься до дома на поборке. Вчера вечером доехал до Есселя. Оттуда решил податься для тебя. У меня там дядюшка. Он мне может устроить грузовик на Бордо. Но хватило меня только досюда. Вот, ну, плютился шофёром, который рассмеялся и пожал к плечам. Ты что, до Риэл, допыть ночью по этой дороге. Тут как с ним нет никакого движения. Завезай в прицеп, подброшен до Римутон. Там тебе что-нибудь подвернётся. В городок они приходили к пещеру Ти-7. Шакалку благодарил Кристианина. Увезнул от него, а потом в анзампе направился к КП. «Какси у нас парни есть?» – спросила плата и горы. Она дал его номер. Он позвонил к самодорной компании. Ему ответили, что машина освободится через полчаса. За это время он воспользовался медвитровым удобством. Он в виде крана с холодной водой уборник. И так, чтобы умыться, переоднялся в свежий костюм и почистил зубы, покручиваяся неразборные сигареты. В районе восьмого пришло такси. Древняя развалюта рода. «Наждая эти деревни умертыша у меня?» – спросил плата. «А еще?» «Это далеко?» «Воемнадцать километров». Шакалку пнул большим пальцем в сторону полного. «На горах». «Ну да, и приняли», – сказал Шакал. «Давай чемодан, если говоришь, он поместил в багажник, который еще, а один взял с собой копейку». Он велел доставить его на деревенскую площадь перед кафе «Даля Кост», а чисто из ближнего городка было вовсе необязательно сказать, что он приехал сам. «Когда такси уехал, он перенес вещи в кафе, на площади здорово привлекал, и два вала, запрещенные в тележке седом, ненадумчиво перешел в кафе, не мешая в тележных черных бухах прогуливаться вокруг своих тронких капельевых кафе. «Даля Костюм, который был очень неправда. Он был убеден, скорее не услышал, как посетители подернулись за столиками, чтобы рассмотреть в кафе. «Старая и крестьянка в черных платьях, отделившись от компании под игроком за столиком, прошла за столик. Что прикажете?» «Пока планировал». «Поставил чемодан и порсу на столик. Местные, которые скоро заметят, были красные люди. Просто просто праздник». «Далеко ли это замка?» – спросил он, когда ему дали любить. Она наградила его после веселятых хитрых глаз, похожих на черные праворные шарики. «Два километра». Он устал в результате. Этот критик шофер пытался мне уверить, что никакого замка здесь нет. Единственное на площади. «Шофер Агитонский», – спросила она. «В Агитоне одни драки». «Мне нужно добраться на зал». «Мне нужно добраться на зал». Я отсюда, наблюдавших за него за столик, и пришел отбор. «Никто не спешил с советом». «Не вытащил дворик, что пальцы вытекли». «Сколько спиня завела?» «Закрылась глазами восемнадцать». «Синие, плащевые штаны и блузы за спиной пришли к движению». «Обвинение будет сдачи», – сказал он старик. «Шагал, вздохнул». «Найти еще кого-нибудь варгончик. Он разобрал издачу себе, сказал он. «Шагал, вздохнулся и подошел». «П banyak». «Найти еще кого-нибудь варгончик». «Если не было, я думаю, что встал, чем встал».